Добрый вечер в эфире 12 канала. Итоговый выпуск новостей в студии Константин Лондон. Главное сегодня. Сладость, дорогая радость. Растущими ценами на сахар заинтересовалась Генеральная прокуратура страны. Ни экспорта, ни импорта. Что делать и как работать в новых экономических реалиях? Ответ на эти вопросы искали сегодня представители омского бизнеса и власти. Всем санкциям, вопреки губернатора, оценил ход возведения новой арены. Не отразилась ли на стройке Ледового дворца отмена молодежного чемпионата? Срок годности вышел больше 30 лет назад. Поехали плиты и 40-я квартира лопнула сразу в три стеклопакета. Когда мой дом совсем не крепость, что делать жильцам хрущевок 335-й серии? Из воды в огонь. Горячий аппарат для экстренных служб может начаться уже менее чем через неделю. На полное боевое развертывание с пожарным дается ровно две минуты. Большие учения спасателей перед началом паводка и пожароопасным сезоном. Ценами на сахар заинтересовалась Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщают, что в 26 регионах страны поставщики увеличили стоимость этого продукта. Обоснованность таких решений проверят силовики. Коснется ли это Омской области? Не сообщается. Между тем, главе региона ежедневно докладывают о ситуации на рынке. И как отметил Александр Бурков, если поставщики и небольшие магазины пытаются играть на росте цен, о таких фактах сообщают в антимонопольную службу. Дефицита сахара в регионе нет. Пустые полки в некоторых магазинах только из-за того, что спрос на продукт вырос в 10 раз. Новые партии привозят несколько раз в день и сахар тут же разбирают. Что будет с логистикой? Какие товары можно вывозить за границу? Где получить на это разрешение? Семинар для омских экспортеров сегодня провели торгово-промышленная палата и таможня. Поводом стали временные ограничения на вывоз продукции из страны. Это поможет обеспечить стабильность на российском рынке. Вот только у бизнеса возникли вопросы к работе в новых условиях. Получили ли омские предприниматели ответы, расскажет Денис Жарков. Это предприятие считается лучшим экспортером Омской области в сфере промышленности. Оборудование для производства полуфабрикатов, блинов, пельменей и вареников закупают не только в СНГ, но и в США, Канаде, Израиле, Таиланде и ряде других стран. Все ли клиенты захотят продолжать сотрудничать с российской компанией, пока неизвестно. Да и вообще у предприятия накопилось много вопросов, как работать в нынешних условиях в связи с ограничениями на вывоз продукции из России. Отказываться от экспорта здесь не планируют. Производят оборудование больше, чем требуется внутреннему рынку. Мы надеемся на то, что в ближайшее время будет у нас уже какая-то ясность, как работать дальше. Возможно, потребуется какая-то дополнительная сертификация, которая нам даст право на экспорт. И главное, конечно, логистика. Здесь тоже нужно понимать, что будет с логистикой, сколько теперь это будет стоить, какие будут затраты. Я думаю, что все будет хорошо. Указ президента о применении специальных экономических мер во внешнеэкономической деятельности призван обеспечить безопасность страны. Перечень товаров, которые запрещено вывозить из страны до конца года, российское правительство утвердило 10 марта. За эту неделю омские экспортеры буквально засыпали региональную торгово-промышленную палату просьбами разъяснить эти документы. Чтобы дать ответы на все вопросы, палаты омской таможни организовали семинар, в котором приняли участие представители 80 предприятий региона. Вот, например, под 311-е постановление попал очень широкий спектр продукции. Это оборудование, машины, спецтехника. Этот список на 26 листах. И для того, чтобы наши производители могли экспортировать свои товары, они должны получить специальный документ. Он называется сертификат происхождения формы СТ-1. Самые жесткие ограничения ввели на вывоз леса, сахара и зерновых. В помощь предприятиям, которые экспортировали эти товары, организаторы семинара готовы заняться поиском партнеров на территории России или в дружественных странах. Обсуждали сегодня и как теперь будут работать таможенники, что изменится в процедуре досмотра. Так компания, выпускающая пищевую упаковку, давно волнует проблема технического оснащения пунктов пропуска. Компания ежемесячно отправляет за границу, в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, до полусотни машин с товаром. Можно было бы обойтись и меньшим количеством транспорта, если грузить его под завязку. Но для этого у таможенников должно быть оборудование для сканирования. Сегодня есть явно выраженная проблема. Мы грузим продукцию с технологическими проходами для досмотра. Соответственно, мы теряем на логистике до 20-25%, что дорожает нашу продукцию. Эти бы вопросы хотели обсудить. Как пояснила министр экономики региона Анна Негодуйко, вопросы модернизации пунктов пропуска обсуждаются давно. В связи с последними событиями и изменениями в логистике проблема становится особенно острой. Федеральный центр МИЧИ услышал, включил специальную программу. Кроме того, решается вопрос о поставке в регион мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 канал. Степень готовности приближается к 70%. Сегодня на строительной площадке арены. В этом убедился губернатор. Александр Бурков отметил, что все работы ведутся четко по графику. Уже закуплено оборудование для подготовки льда, монтажа эскалаторов и лифтов. Глава региона и члены правительства оценили фасад здания, контрольно-пропускные пункты и отделку внутренних помещений. Подробности у Петра Смольникова. Работы действительно ведутся в соответствии с графиком. С губернатором сегодня прошлись построящиеся красавицы арены. Побывали и во внутренних помещениях. Посмотрели и контрольно-пропускные пункты. Работы идут и на высоком уровне. И действительно степень готовности уже превышает 67%. По словам губернатора, пока темпом работы не препятствует. Вот эта сложная экономическая ситуация в стране. И вот почему. Давайте послушаем, что сказал губернатор. Что важно, все оборудование, которое было импортно, оно сегодня закуплено в полном объеме. Это и лифты, это и эскалаторы, и холодильная установка для подготовки льда. Все приобретено. Все остальное, то, что сегодня идет монтаж снаружи, это остекление, это монтаж алюминиевых плит. Это все производится на Урале, на наших российских предприятиях. Поэтому здесь переживать нечего. Что касается непосредственно работ, которые сейчас выполняются, если говорить о тех, что снаружи устанавливаются оконные блоки, производится утепление и остекление центрального витража. Но, в принципе, все это вы можете наблюдать и сами, проезжая по улице Лукашевича. Но самое интересное сейчас происходит внутри. Здесь завершается установка перегородок, поэтапно ведется отделка помещений. Но большое внимание уделяется прокладке инженерных сетей. Это система жизнеобеспечения объекта. Многих болельщиков интересует, когда же здесь наконец-то появится лед. Но не все так быстро. Сначала необходимо проложить все инженерные сети. Также удалось пообщаться с главным инженером строящейся арены. Мы поговорили с ним о том, какие работы запланированы на будущее, в какой последовательности они будут проводиться. Планируем усилить работы по отделке внутренних помещений. В связи с тем, что у нас некоторые проблемы с тем, что сейчас холодно. Потом также активизируются работы по инженерным сетям. И в том числе это относится и к вспомогательным зданиям КПП и кассам. В общем, резюмируем. Готовность объекта превышает 67%. Работы ведутся в графике. И напомню, что строительство ведется в рамках концессионного соглашения. Бюджет стройки порядка 12 миллиардов рублей. Ждем авангард в родном городе. Петр Смольников, Сергей Пайхалов, 12 канал. Вернуть мемориалу первоначальный вид. Такое распоряжение сегодня дал мэр Омска Сергей Шелест. Восстановить гранитные плиты на бульваре Победы нужно в кратчайшее время. Напомню, инцидент произошел накануне неизвестный. Не только разрушили облицовку, но и разбили несколько плит. Погромы обнаружили специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Злоумышленников до сих пор разыскивает полиция. Рассказал мэр о том, что уже весной на бульваре Победы высадят тысячи цветов в память о подвиге в Великой Отечественной войне. Карточные домики. Именно так называют жильцы своей пятиэтажки 335-й серии. Здания с облегченной конструкцией и полным каркасом возводили в советские годы, как временные, рассчитанные максимум на 30 лет. Но люди в них живут до сих пор. В Омске домов именно такой модификации хрущевок – 170. И только третий из них капитально отремонтировали. Продолжится ли работа, выясняла Светлана Мельниченко. За этим домом нужен глаз да глаз. Поэтому ежедневный обход здания по периметру – вынужденная служба Ольги Михоношиной. Не нужно быть профессиональным строителем, чтобы заметить сдвиг плит и пугающий угол наклона балконов. Так что на них ни ногой предупредила жильцов старшая по дому. Одна из конструкций уже частично разрушена. Поехали плиты, и 40-я квартира лопнула сразу три стеклопакета. Рядом с этой квартирой, 57-я, обвалились куски балкона. И вывалились все швы. После ЧП жители дома провели независимую экспертизу. Результат неутешительный. Состояние дома недопустимое, неработоспособное, представляющее реальную опасность для жизни и здоровья граждан. Схожие ситуации в доме 6А на Горячего. Проблемы здесь с 2009 года, когда рядом начали возводить новостройку. Забили сваи, и наш дом разрушился. То есть все карнизные высыпали швы, межпанельные пятые этажи, все высыпались. Дом не видно было вообще каждый день. Он был весь в тумане, в пыли, потому что дворник три раза в день выходил и убирал. В подвале дома установлены ригели. По ним можно понять, движется каркас дома или нет. Наклоненные маячки – признак того, что здание может рухнуть. Оба дома 335-й серии с неполным каркасом. Возводили их как временное жилье, рассчитанное максимум на 30 лет. Но эти дома уже скоро разменяют седьмой десяток. Строениям нужна поддержка, то есть усиление конструкции. До 2010 года эту работу выполняли на средства муниципальной программы. Отремонтировали лишь 50 домов. В Омске здание такой серии – 170. Но заняться ими в администрации города пока не могут. Мэрия вынуждена направлять средства, предусмотренные в бюджете на ремонт, на так называемые судебные дома. Список внушительный и очередность в нем формируется не из технического состояния дома, а исходя из даты вынесения судебного решения. И горячего 6А – один из последних в этой очереди. Сегодня ситуация такая, что более 400 судебных актов остались неисполнены. Есть соответствующий реестр судебных актов. И те деньги, которые выделяются на капремонт, при этом порядке идут на них. В 335 серии она исключительно попадает в региональную программу капремонта, в которой есть соответствующий вид работы. Вид работ есть, а денег на него нет. Региональный оператор выполняет ремонт за счет средств собственников. Например, жильцы этого дома заплатили фонд капремонта 2,5 миллиона рублей. А работы обойдутся больше, чем в 20 миллионов. В фонде капремонта утверждают, без дополнительного финансирования отремонтировать такие дома невозможно. Жильцы могут попытаться признать строение аварийными. Для этого нужно заказать независимую экспертизу и подать заявку в администрацию города. Национальный проект «Жилье и городская среда» предусматривает финансирование из федерального бюджета. Если дом признают аварийным, людей вновь поставят в очередь, но уже на расселение. Светлана Мельниченко, Сергей Никифоров, 12 канал. Подробный материал о ремонте домов 335 серии смотрите в четверг на 12 канале в программе «Управдом в 20 часов». А мы продолжаем. Большая вода надвигается, по прогнозам синоптиков. А в ближайшие выходные начнется активное таяние снега. Земля слишком промерзла, поэтому вода будет с трудом уходить в почву. В Чарлакском районе экстренные службы региона сегодня провели учения по ликвидации паводка. Продемонстрировали спасатели и готовность к тушению лесных пожаров. Никита Смирнов принял участие в учебной операции. По регламенту на полное боевое развертывание пожарным дается ровно две минуты. Драгоценное время решает все. И не просто в вопросах сохранения имущества, а самое главное – спасение человеческих жизней. По легенде, возгорание началось в бревенчатом доме. Половина жителей частного сектора в районе до сих пор отапливается печами. Задача пожарных – как можно оперативнее потушить деревянное строение. Этому мешает сильный ветер. Угарного газа наглотался условный хозяин постройки. До приезда скорой спасатели оказывают первую помощь. Люди не перешли на газ. Ну и как бы в основном причина пожара получается неправильная эксплуатация притопочного листа, то есть неправильная эксплуатация дымохода, лопнувшая труба, где-то дым пошел, не заметили люди. Ну и вот в основном из-за этого происходит возгорание. Огонь перебрасывается на деревьях. К тушению подключается лесной патруль. Сотрудники вооружены специальными ранцами с водой и могут самостоятельно локализовать небольшое возгорание. Но если остановить пламя не получается, привлекают тяжелую технику. Сразу пускаем ПКЛ, трактор. Если большой пожар, значит спускаем встречку. Если идет верховой, значит отступаем. Прилес валим, чтобы остановить верховой пожар. На соседнем полигоне спасатели выкладывают дамбу. Чтобы оградить от большой воды местное население, отряды используют мешки с песком и насосы. Для эвакуации есть и тяжелая техника. Гордость Омского МЧС – плавающий транспортер. В экстремальных условиях без труда перевозят многотонные грузы, в том числе и КАМАЗы. Но главное, на нем можно эвакуировать десятки людей. Уже не раз авто, напоминающее танк, спасало жизни. В том числе и жителей поселка Затон, который каждую весну принимает на себя первый удар стихии. От нас выезжает ромобильная группировка в составе около 20 человек. Также три единицы техники. Если нужно, то больше. И располагаемся в Затоне. Важную роль в спасении подтопленных районов Омской области играют и энергетики. Задача – обесточить участки для безопасной эвакуации населения. Наша термостойкая одежда, каски, средства защиты. Также у нас имеется в каске индикатор напряжения. Мы используем непосредственно электрические перчатки, боты. Важна командная работа всех служб – полицейских, медиков и даже ветеринаров. Ведь с большой водой могут прийти опасные инфекции. После разбора полетов оценка учением – отлично. Это значит, что экстренные службы региона готовы к удару стихии. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. И смотрите во второй части выпуска. Тархун из крана или со вкусом песка. Утром я обнаружила вот эту красоту у нас во фляге. Проблема наконец будет решена. В Черлаке начались работы по капитальному ремонту всей системы водоснабжения. Неприкосновенный счет. Теперь с меня не будут снимать 50%, а будут отдавать мне. Как вернуть долг и остаться при деньгах. В службе судебных приставов рассказали о правах и обязанностях должников. За путевку вернут до половины стоимости. В России стартует программа детского туристического кэшбэка. Расскажем, как отправить ребенка на отдых с внушительной скидкой. В Омске, как и по всей стране, продолжается акция «Своих не бросаем». Сегодня к ней присоединились члены общественной палаты Омской области. Они поддержали российских военнослужащих и выразили свою солидарность с решением президента о проведении спецоперации в Украине. Сегодняшнюю патриотическую акцию приурочили к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Своё отношение к событиям собравшиеся выразили в творчестве. Прочли стихи Тургенева и других поэтов Серебряного века. Мы хотели тем самым подчеркнуть то, что Россия во все века терпела на себе унижения и оскорбления. И это подчеркивалось авторами стихотворений, которые мы сегодня читали. И тем не менее, эти люди, эти поэты подчеркивали нашу любовь к отчизне. Без привкуса ржавчины и песка в поселке Черлак появится чистая питьевая вода. В населенном пункте приступили к строительству очистных сооружений и прокладки нового трубопровода. Работы ведут в рамках федерального проекта. На его реализацию выделено больше 300 миллионов рублей. Проблемы с качеством воды в районе существуют давно. Люди неоднократно жаловались на изношенный трубопровод и частые коммунальные аварии. Дарья Шадрина расскажет подробнее. Токсично-зеленая, напоминающая газировку Тархун. Такая вода накануне бежала из кранов жилых домов в Черлакском районе. Папа сходил за колонку, за водой. И утром я обнаружила вот эту красоту у нас во фляге. У нас внизу женщина тоже, у нее бежала вода, она еще кофе попила, помылась, не заметила. Это было видно вот во фляге, в ведре. Это, не знаю, это ужас просто. Выяснилось, что красители добавили в техническую воду. То, что снабжает систему отопления. Сделали это, чтобы местные жители не сливали ее из батареи. Как окрашенная вода оказалась в системе водоснабжения, неизвестно. Впрочем, к авариям и низкому качеству питьевой воды жители Черлака уже привыкли. Грязная вода бежит, и колонки постоянно не работают. Это везде, везде так. Ну, запахом, конечно, нет, но что грязная, бежала, да. Аж на зубах все хрустило. Сейчас вода в населенный пункт подается из Иртыша, без очистки. Системы фильтрации в районе попросту нет. Замены требует водопровод, проложенный более полувека назад. Но уже в ближайшее время ситуация изменится. В Черлаке начались масштабные работы по обновлению всей системы водоснабжения. Деньги, больше 300 миллионов рублей, выделены в рамках федерального проекта «Чистая вода». Первый этап – это строительство очистных сооружений для водоснабжения рабочего поселка Черлак. И второй этап – это полностью замена всех сетей водоснабжения. По сути, это строительство новой сети водоснабжения, которая позволит полностью обеспечить всех жителей рабочего поселка Черлак чистой питьевой водой. Сейчас подрядчики готовят площадку под строительство насосной станции с очистными сооружениями. Параллельно прокладывают и новый трубопровод. Все необходимые материалы для этого уже закуплены и доставлены в район. Подрядчики отмечают, что санкции большой стройки не помеха. Сейчас компания по возможности отказывается от зарубежных поставщиков в пользу российских. Те решения, которые были предстоятельны проектам, мы в какой-то части пересогласовываем совместно с администрацией, совместно с проектной организацией, для того, чтобы не было проблем с поставками, для того, чтобы проект успешно реализовался в сроке. По контракту закончить работы подрядчик должен в 2023-м. Однако строители решили ускориться и завершить модернизацию системы водоснабжения до конца этого года. И тогда чистая питьевая вода появится почти у 10 тысяч человек. Дарья Шадрина, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Неприкосновенный доход. Все больше должников обращаются к судебным приставам с просьбами не списывать со счетов сумму прожиточного минимума. По закону служители Фемиды вправе удерживать половину, а иногда и 70% от зарплаты или пенсии в счет долга. Но на остатки трудно прожить. С 1 февраля этого года на счету можно сохранить часть дохода. Как это сделать и кому положена такая льгота, разбиралась Елена Бабкова. Два года назад Ирина в банке оформила потребительский кредит. Хотела сделать ремонт в квартире. Сумма для женщины внушительная – больше 100 тысяч рублей. Вот только выплатить заема Мичка не смогла. В пандемию лишилась дохода. Когда эпидобстановка стабилизировалась, нашла новую работу с куда более скромной зарплатой. Но этих денег Ирина не увидела. С ее карты судебные приставы списали половину суммы. В счет погашения долга. И так на протяжении нескольких месяцев. Только в минувшем феврале женщина получила право на так называемый неприкосновенный доход. Я написала заявление на прожиточный минимум. И теперь с меня не будут снимать 50%, а будут отдавать мне. У меня маленькая зарплата – 15 тысяч. И теперь вот я написала заявление, и мне будут оставлять прожиточный минимум 13 тысяч. Новый федеральный закон вступил в силу с 1 февраля. Он гарантирует должникам получение прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно собрать пакет документов. Паспорт с данными о прописке, номер исполнительного производства. Понадобятся и реквизиты банковского счета, куда перечисляют зарплату или пенсию по старости. Возможностью сохранить прожиточный минимум в случае долговых обязательств с начала февраля воспользовались уже больше 2000 жителей региона. Несмотря на то, что он недавно вступил в законную силу, с 1 февраля поступило достаточное количество. Только сегодня обратилось с таким заявлением 20 человек в наше подразделение. Оформить документы должники могут через сайт госуслуг или на приеме у пристава. Неприкосновенная сумма у разных категорий граждан отличается. Для работающих амичей это почти 14 тысяч рублей, для пенсионеров около 11. И все же в новом законе есть оговорка. Прожиточный минимум не оставят тем, кто не платит алименты или компенсацию за потерю кормильца, а также причинение вреда здоровью. И тем, кто совершив преступление, нанес материальный ущерб государству. Елена Бабкова, Никита Смирнов, 12 канал. Участники лыжного пробега, приуроченного к 80-летию формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады и 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сегодня прибыли в Москаленский район. Здесь военнослужащие возложили цветы к обелиску воинам, павшим в годы войны в местной гимназии, провели урок мужества. Для ребят устроили мастер-класс по сборке и разборке автоматов. На площади учебного заведения провели флешмоб в поддержку президента и российских военных, участвующих в спецоперации в Украине. Уже завтра участники марш-броска доберутся до Марьяновского района. Завершится лыжный пробег 18 марта в Калачинске, где 80 лет назад и была сформирована стрелковая бригада. Почти избавились от снега в местах подтоплений. На снежные полигоны уже вывезли больше 60 тысяч кубометров снега. Об этом сегодня на заседании Горсовета рассказала руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства. О зимнем содержании магистрали и работе дорожных служб по подготовке к предстоящему половодию наш материал. Работать на опережение. Такой приоритет описывает работу своего ведомства Галина Зурнаджан в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Именно поэтому, несмотря на то, что периодом зимнего содержания дорог считается срок с 15 октября по 15 апреля, все необходимые противогололюдные материалы закупают заранее и готовят спецтехнику. Не оставляют без внимания комментарии ГИБДД и жалобы о мечей. Управление старается как можно быстрее реагировать на осадки. Важно вовремя убирать с дороги рыхлый снег, чтобы не было наледи. В приоритете магистрали с интенсивным движением, мосты, пешеходные переходы и островки безопасности. К предстоящему половодию дорожные службы уже готовятся, несмотря на обнадеживающие прогнозы синоптиков. Снега мало и запасы воды в снеге малы. Поэтому мы предполагаем, что объем талых вод будет меньше, чем в прошлом году. Единственная надежда, что апрель будет теплым, это будет испарение. В автопарке управления дорожного хозяйства 341 единица техники. Этого недостаточно, говорят специалисты. При этом аварийные службы работают на дорогах круглосуточно. Снег убирают в основном ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Необходимые противогололедные материалы в наличии. Мы обеспечены уже на предстоящий период зимний, на октябрь, на ноябрь. Этим объемом необходимы противогололедным реагентам и реагентам именно по классификации бионорм. В следующем году дорожные службы планируют получить около трех десятков новой техники. Бюджет у покупки обойдется в 120 миллионов рублей. Но все на благо чистого и удобного города. Ксения Пашкова, Карина Сучугова, Андрей Кузьмин, 12 канал. В Омске открылось первое отделение для занятий картинга. Омский НПЗ сегодня передал школе Олимпийского резерва номер 3-10 современных автомобилей. Это уверенно на предприятии. Станет для ребят не просто хобби, а шагом к большому спорту. О первом тренировочном заезде расскажет Денис Ионос. Рев моторов на площадке 3-й спортивной школы Олимпийского резерва теперь будет раздаваться круглый год. Новые картинги с легкостью будут маневрировать как на асфальте, так и на скользком льду. Действительно очень хороший своевременный шаг, потому что школа недавно получила эту территорию, которую нужно осваивать, причем осваивать качественно. У нас есть целая линейка мероприятий. То есть это очень, наверное, правильный посыл в современных условиях развития детско-юношеского и массового спорта. Омский НПЗ передал 10 профессиональных машин или, как их еще называют, картов. Самые маленькие авто для детей 6-10 лет, средние рассчитаны на учеников до 15 лет, а на больших будут гонять будущие выпускники школ. Благодаря целому автопарку в Омской области открылось первое отделение картинга. Социальные партнеры, так их принято называть, они оказывают большое содействие и большую помощь. И сегодня мы в очередной раз смотрим, как акционерное общество «Газпромнефть» Омский нефтеперерабатывающий завод поддерживает социальные объекты города. Мы надеемся, что именно с этого момента начнется отчет воспитания будущих спортсменов, ну, по крайней мере, для резервных команд сборных Омской области. Сегодня карты получили не только свои номера, как настоящие автомобили, но и прошли тест-драйв. За руль сели ученики спортивной школы. Скорость и необычная площадка захватывают дух, делятся спортсмены. Теперь очень интересно ездить вместе, и теперь больше тренировок будет. Я смогу больше тренироваться и покажу более лучшие результаты на соревнованиях. Школа уже начала набирать группы для тренировок. Сейчас в списке 20 человек. Их количество, уверены тренеры, будет расти. Поддержка и развитие детского и молодежного спорта – одно из приоритетных направлений социальной политики предприятия в рамках программы «Родные города». Очень важно, чтобы занятия этим видом спорта были доступны для всех, как и для будущих соискателей олимпийских высот, так и для тех, кто хочет быть активен и здоров. ОНПЗ традиционно поддерживает крупные спортивные мероприятия в регионе. Строит спортивные площадки, модернизирует и оснащает спортшколы. Все для того, чтобы как можно больше амичей могли приобщиться к активному образу жизни. Денис Ионас, Анастасия Вишова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. А сейчас время хороших новостей. Спонсоры рубрики по Ефременко Роман Андреевич, Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов мед» свежего урожая с лучших пасек страны. В летний лагерь за полцены. 31 марта в России стартует продажа путевок по программе детского туристического кэшбэка. Отправиться на отдых школьники могут, начиная с 1 мая. Чтобы стать участником, нужно оплатить путевку с помощью карты МИР. Срок до 5 дней. 50% от потраченных средств, но не больше 20 тысяч рублей на одну покупку вернутся на карту. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Поехать можно на любое количество смен. В таком случае кэшбэк вернется за каждую купленную путевку отдельно. Напомню, впервые программу запустили в прошлом году. Тогда по ней посетили детские оздоровительные лагеря около 420 тысяч ребят. Распродажи меда с 14 марта по 24 апреля. Акция. При покупке одного килограмма меда, второй килограмм цветочного меда в подарок. Мед привезен из деревень Алтайского и Краснодарского края Саратовской области. ТД Корона, остановка ДК Бараново, Экспо Форум, остановка ТРЦ Континент и ДК Малунцево. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автосалон «Автобанк». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Только до 20 марта. В цирке заключительные представления. Угибрация 5 континентов. Автоцентр «Барс Автоэксперт». Быстрый выкуп автомобилей с пробегом. Вторая кольцевая 34. Телефон 99 27 84. Если радио, то максимум. 105FM в Омске. Готовы опровергнуть тезис, что лечится дорого в Омске. Открылась сеть аптек «Апрель», которая предлагает покупателям выгодные цены и скидки до 50%. Воспользоваться предложением можно и онлайн. Для этого на сайте нужно собрать и оплатить товары и заказать доставку. Подробности далее. Разнообразие препаратов и привлекательные цены. В сети аптек «Апреля» мечи могут найти все для профилактики сезонной простуды и для лечения хронических заболеваний. На ценниках две стоимости. Обычная и со скидкой по программе лояльности. Система лояльности «Аптечный клуб» – это сочетание низких цен и комфортных условий для каждого покупателя. Для того, чтобы стать участником программы лояльности, необходимо совершить покупку в любой из аптек сети «Апрель» и заполнить небольшую анкету. То есть все это при минимуме совершаемых действий. Тут же на кассе по замену вам выдадут специальную карту. Вы счастливый участник программы лояльности и обладатель карты. Выбирают аптеку покупатели за выгодные цены и вежливость сотрудников. Фармацевты помогут подобрать препарат или заменить его аналогом. Нравится обслуживание этой аптеки и вообще частенько прибегаю к этому всему. И быстро, оперативно, и дешево действительно. Я здесь рядышком живу. Конечно, мне на стоянии удобно в шаговой доступности. Чтобы сделать заказ, не обязательно стоять в очереди. Оформить покупку можно на сайте аптека april.ru и забрать его в удобной аптеке или вызвать курьера на дом. Скидки по карте в онлайне тоже действуют. Пробный период карты по программе лояльности – месяц. После срок действия можно продлить. Очень удобно и выгодно. Очень, как говорится, есть интерес, потому что большие скидки по карточке. Я первый раз, но у меня приятельница сюда ходит. И ей нравится то, что здесь приемлемые для пенсионеров цены. Для удобства омичей аптеки расположены по всему городу. В конце марта откроются еще 11 новых филиалов в сети аптек «Апрель». Сотрудники ждут своих покупателей каждый день без перерывов и выходных с 8 утра до 9 вечера. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа «Теплиц» в Омске. Завтра, 17 марта, в Омске ясно. В ночные часы минус 18, днем 8-10 градусов холода. В районах пасмурно ночью до минус 16, в дневные часы потепреет до 4 градусов ниже ноля. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты весной «Теплицу» со скидкой покупай. Выставка продажи «Теплиц» в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Такова картина дня в Омске. Всего вам доброго и до встречи завтра на 12-м канале. Субтитры подогнал «Симон»!